Общественная организация «Дети войны» базируется в этом жилом доме по адресу переулок Горького, 13. Прием пожилых людей ведется в офисе местного отделения КПРФ. Здесь пенсионерам предлагают за деньги заполнить анкету и предоставить копию паспорта. Этого якобы достаточно, чтобы в дальнейшем получать доплату к пенсии в размере тысячи рублей, бесплатный проезд на общественном транспорте и другие социальные льготы. Им обещают большую доплату, им обещают две пенсии, им обещают даже то, что вот эти сельготы, что они сейчас добьются где-то, им будут даже, ихним детям останется. Но это же абсурд, страшный абсурд, понимаете? Такого никак не может быть. Тамару Сытник, которая уже много лет руководит общественной организацией малолетних узников в концлагерей, удивила, что в создаваемую организацию «Дети войны» принимают всех без разбора. Главное, чтобы год рождения был с 1928 по 1945. Документов, подтверждающих военное детство, от пенсионеров не требуют. Действия общественной организации, которая создается под святым названием «Дети войны», возмущает и ветеранов войны. Это просто самая настоящая, неочередная пирамида, оболванивая наших пожилых людей, что никакие льготы правительством выделяться, средства выделяться на эти льготы не будут. Мы были на заседании у Ткачева, и он тоже подтвердил о том, что этот вопрос не решается. По Краснодарскому краю не решается, и правительством он не решен. В администрации города также опровергают подобные голословные обещания. Денег на подобные социальные выплаты в бюджете нет. В Сочи сейчас проживают более 20 тысяч людей, относящихся по возрасту к «Детям войны». Это значит, что выплачивая по тысяче рублей каждому из них, город должен ежегодно тратить более 250 миллионов рублей. Просто произвести эти выплаты в незаконном, в неправовом поле, никто этого сделать не сможет и не будет этого делать. И не надо людей вводить в заблуждение. Это не иначе, как социальный аферизм или мошенничество, это назвать нельзя. Сегодня в Сочи социальной поддержкой пользуются около 8 тысяч горожан. На различные выплаты из бюджета курорта уходят 45 миллионов рублей. Помимо этого, в преддверии 70-летия Победы проходит паспортизация ветеранских семей. Социальные службы выясняют, какая помощь необходима ветеранам, кто до сих пор нуждается в улучшении жилищных условий. Муниципалитет уже выделил участникам войны и трушеникам тыла 560 квартир. И это реальные дела, а не пустые обещания, которыми кормят пожилых людей сомнительные общественные деятели.